Сегодня 13 февраля. Мы находимся в городе Ростов-на-Дону у здания Южного окружного военного суда, где на сегодня было запланировано два судебных заседания по делам Хизбут-Тахри. Это заседание в отношении так называемой 4-й Башсарайской группы, фигурантами которой являются Сизиков, Хайрединов и Суфьянов. В ходе данного судебного заседания с последним словом должны были выступить подсудимые, однако ввиду отсутствия одного из судей заседание было перенесено на 20 февраля в 14.00. А также заседание в отношении так называемой 2-й Севастопольской группы, фигурантами которой являются Абдулаев, Бекиров, Мурасов и Таиров. В ходе судебного заседания был допрошен свидетель стороны обвинения, который принимал участие в качестве понятого при обыске в доме у Бекирова. Более подробно о том, как прошли данные судебные заседания, смотрите далее в нашем репортаже. Сегодня мы, преодолев сотни километров в такую холодную погоду, приехали на судебное заседание, где должен был выступить мой супруг с прениями, а также в последующем с последним словом. Придя в зал заседания, мы услышали, что судебное заседание не будет, отложили, потому что судья не вылечился. На протяжении почти трех лет мы преодолеваем такие большие расстояния ради того, чтобы приехать, поддержать наших родных, показать им, что мы с ними. На прошлом заседании прокурор запросил моему супругу 14 лет лишения свободы. Мы, конечно, не согласны с этим. Эти сроки всего лишь на бумаге. Мы надеемся, что побыстрее все это закончится, и наши родные приедут домой к своим семьям, а мы, конечно, будем всегда их поддерживать. Во второй раз мы приезжаем, и второй раз без предупреждения суд переносится, так как судья заболел, и никто об этом нас не уведомил, и преодолев такую холодную морозную погоду, долгий путь, мы в очередной раз приезжаем, и безрезультатно. Первая эмоция, которая пришла, это был шок. Но, посидев и обдумав, разложив все по полочкам, приходит осознание того, что эти цифры — это всего лишь цифры. И те сроки, которые они объявляют нашим ребятам, это ничто другое, как просто у них на словах. Мы будем до последнего бороться, доказывать справедливость, доказывать невиновность наших мужей, и, иншаллах, мы их дождемся. Мы были сегодня свидетелями процесса над нашими братьями. Мы видели их лица бодрыми, радостными. Радостными в том плане, что мы видели в их глазах чувство невиновности, и мы знаем этих людей, что они невиновны ни в чем, но, тем не менее, на них вешают ярлыки всякие и пытаются осудить, лишая их свободы, скажем так. Мы проявляем несогласие с этими действиями государства по отношению к нашим братьям. Мы видим происходящую несправедливость по отношению к ним. И надеемся на скорейшее освобождение наших братьев из этих стен и соединение их со своими сенями, и, иншаллах, с джематом нашим крымским. Желаем этого, просим у Аллаха этого, иншаллах. Билеміз кей, бұл бүйіктен бүйік адалесиздік біздің мюллетімізге қаршы, біздің мусульман димімізге қаршы. Чокши айтылды, мінда и чокшилер айтылы, хадислерді кетерді. Бұл бір тафтан мені не синим айтма, біле әділер, шоулар студиалы қаста. Біле әділер алдынданші олма жасуд. Білектан адамады қастайды, да, оны алдын айтмайнарда. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok